Многие жители России убеждены, что Бразилия страна обезьян. На самом деле, например, в самом городе Сан-Паулу обезьяны встречаются довольно редко. Мне удалось их увидеть лишь в зеленых насаждениях вокруг музея и пиранга. Рио-де-Жанейро другое дело. Обезьяны своим пронзительным свистом и криком будят по утрам, как будильник. Лазают по деревьям вдоль домов и смотрят, что и где не так лежит, чтобы украсть и съесть. Эти животные очень умные, ведь это истинные приматы с развитым главным мозгом. Стоит только заметить их присутствие одним только взглядом, как они прячутся за толстыми ветвями или шумно скрываются в листве, издавая пронзительный свист. Как удалось узнать, в Рио-де-Жанейро обезьяны размножаются в геометрической прогрессии. По подсчетам специалистов, в городе обитает около 10 тысяч представителей семейства грункообразных, самых маленьких обезьян в мире. Наиболее распространены и грунки обыкновенные или черноухие, также известные как мармазетки. Небольшие зверьков с длиной тела от 12 до 30 сантиметров и необычно длинным хвостом можно встретить практически в любом районе Рио. Им особенно полюбились туристические достопримечательности. Гора Карковада, где находится всемирно известная статуя Христа, гора Сахарная голова и ботанический сад. Для любителей подкармливать обезьян установлены таблички, запрещающие это делать. Однако мало кто принимает к сведению написанное. Одной рукой достают банан или хлеб, а другой – фотоаппарат, чтобы запечатлеть этот замечательный момент в соединении человека с братьями нашими меньшими по разуму. Такое поведение туристов, а равно как и самих жителей Рио, приводит к активному размножению приматов. Дополнительная пища, которую получают животные, приводит к быстрому росту их популяции, говорит Марселу Марселину, начальник защиты приматов при Бразильском институте окружающей среды и природных ресурсов. Быстро размножаясь, крайне активные мармазетки наносят большой ущерб экосистеме штата Рио-де-Жанейро. Они не только прогоняют других обезьян, многие из которых принадлежат к редким видам, но и угрожают некоторым видам птиц, питаясь их яйцами. Так что экологи всерьез задумываются, что делать с растущей в геометрической прогрессии популяцией игрунок. Туристы тем временем получают огромное удовольствие, фотографируясь с забавными зверьками, протягивая им очередную порцию лакомства. Сюжет подготовлен сайтом russunabrasil.com